передовую часть человечества накрыла очередная массовая истерия только-только перестали метать через плечо полупустые пластиковые бутылки и на тебе теперь все ходят крутят спиннеры то есть в переводе на русский крутилки и крутилки неплохо за последние полгода раскрутили а дело было так в октябре 2016 года братья марк и мэтью маклахлен запустили на кикстартере проект под названием fidget cube что можно перевести как антистрессовый куб или кубик от беспокойства денег братья просили относительно немного всего 15 тысяч баксов ибо девайс был крайне прост обычный пластиковый кубик в которой встроены мелкие кнопочки крутилочки двухпозиционный переключатель и прочие механизмы которые так любят крутить в руках нажимать пальцами щупать тискать мяч поглаживать дергать граждане подвержены различным навязчивым состоянием в медицине это называется обсессивно-компульсивное расстройство попроще говоря попытка избавиться от невроза при помощи монотонных однообразных движений варианты движений у каждого свои но если такие которые в публичных местах совершать не рекомендуется в соединительных штатах а братья родом из города денвера нервных граждан полно каждый пятый американец регулярно жрет антидепрессанты через это братьям маклахленом вместо 15 тысяч баксов накидали приготовься шесть с половиной миллионов долларов ну то есть в 400 раз больше запланированного данный факт был немедленно взят на заметку состоятельными пацанами для которых 6 миллионов ну это не особо много а вот возможность помножить свои денежки на 400 вот это уже интересно и вот 23 декабря прошлого года как раз на пике рождественских распродаж когда среднестатистический американец хватает полок все что не приколочено и что он видел в рекламе за последний месяц ведущий гаджетной колонки форбса гражданин джеймс плавки вываливает три заметки подряд первая заметка называется спиннер необходимая офисная безделушка в 2017 году две остальные обзоры конкретных моделей спиннеров под названиями торк бар за 199 баксов айфон среди офисных безделушек и ротаблейд от компании версатайл за 135 баксов андроид среди офисных безделушек заметки конечно заготовлены заранее вываливаются с промежутком в полторы две минуты все три текста откровенная заказуха про то как гражданин плавки и еще десяток волонтеров испытателей чудесным образом избавились от тревоги и раздражения улучшили отношения с родными и близкими прекратили жрать горстями прозок и вообще стали другими людьми просто начав крутить дурацкий девайс с подшипником внутри обращаю внимание с момента когда братья собрали 6 миллионов на антистресс кубик прошло всего два месяца за это время успели организовать производство и доставку из китая необходимого количества товара полёс наладили сбыт ну а подыскать бесстыжего и продажного гражданина плавки было проще всего тут надо заметить что спиннеры придумали довольно давно но вряд ли завозили контейнерами ибо до всех этих истерик особого спроса на них и не было но как только тема зашла в америке спиннер решили крутануть на международном уровне кто-то покопался в базе данных американского патентного бюро и выкопал древнюю историю химико-технолога кэтрин хеттингер которая в 1997 году запатентовала пластиковый диск с выемкой под палец который можно было на этом самом пальце крутить в 2005 изобретательница не смогла занести 400 баксов за продление патента и его аннулировали сейчас кэтрин 62 года и живет она не так чтобы роскошно на современный спиннер изобретение хеттингер похоже как собачья будка на комбайн но это не важно когда есть такая отличная история барыги захапали миллионы а изобретатель сидит без гроша и вот уже в апреле этого года некий интеллектуал википед бомбит заметку на википедии где изобретателем спиннера прописана гражданка хеттингер сама она раз за разом повторяет журналистам что за патентовала совсем другое но википеды ее не слушают им ведь нечего и как было в начале мая гардиан публикует заметку о том как страшно бедствует величайший изобретатель современности через неделю вой подхватывает нью-йорк таймс за океаном воет британская мир это если кто не в курсе заграничные мега излучатели и вот уже бедной катя сочувствует миллионы граждан по всему миру сочувствует и несут денежки нынешним производителям спиннеров никак не связанным с гражданкой хеттингер параллельно раскручивается тема полезности спиннеров для аутистов больных синдромом дефицита внимания ну и для простых неврастейников поскольку у самой кэтрин в наличии врожденное миостыние это разновидность мышечной слабости и ей как будто бы помогло никаких подтверждений медицинского чуда нет но это тоже никому давно не интересно при таких раскладах неудивительно что в июне продажи спиннеров по миру исчислялись уже в сотнях миллионов штук самый сильный и самый жестокий удар пришелся понятно по малолетним деби ну по этим в общем под страшный удар попали дети и прочие граждане по разным причинам из средства так и не вышедшие дошло до того что в 11 американских штатах официально запретили детям приносить спиннеры на занятия в школы ибо учителя не могут привлечь внимание учеников к содержимому урока накрыла спиннерами и россию ну само собой с проявлением нашего местного колорита например в русскоязычной части интернета больна не сама кэтрин а ее дочь и якобы первый спиннер был сделан для маленькой больной девочки дорогие над мозги учите язык девочки кстати уже тридцатник выглядит нормально замуж вышла дочь родила и все у нее нормалды присутствуют и другие проявления массовой идиотии отечественного разлива спиннеры из чистого золота за миллион рублей позолоченные модели для нищебродов ну а также модели с государственным гербом и национальными цветами на трех лепестках ну а в остальном как и во всем остальном мире у нас самосвалами продаются копеечные и не очень спиннеры титановые и стальные с подсветкой и встроенной зажигалкой ну и много еще всякого чего требуют межушные ганглии заменяющие тупым и жадным детям мозг общественно потребительская истерика накручивается уже самостоятельно безо всяких forbes of youtube не выдерживает наплыва роликов про то как надо правильно крутить спиннеры на пальцах на носу на языке и даже на сосках говорят многие с волнением следят за порно хабом когда уже начнут крутить известно на чем по итогу денег производители спиннеров хапнули нереальных заплатили эти деньги простые граждане которых в свое время не научили критически воспринимать информацию и пользоваться мозгом ну и теперь они могут крутить свои спиннеры до посинения пока им не придумают новую дурацкую моду например на картонные коробочки с дыркой куда можно совать палец хотя нет такая уже была фингербокс называлась ну а теперь посмотрим